Друзья, всем привет! Для сегодняшней самоделки я решил не экономить на материале и не делать всё из каких-либо остатков или обрезков. Так как готовые изделия в магазине будут стоить в разы дороже, чем я потрачу на материал. Да и делается эта самоделка для особого заказчика. Поэтому мной был куплен мебельный двухметровый щит шириной 200 мм и два черенка от лопаты. Потраченная сумма на всё 450 рублей. Влагокрасочные материалы и расходники были в запасе, я их не покупал. Всё это режем на части, чтобы по итогу получить две доски 650 на 200 мм и четыре куска черенка длиной 470 мм. Так как моя торцовка ширину 200 мм не берёт, приходится переворачивать доски, чтобы полностью распилить. После примерки достаю свою приспособу для сверления отверстий под шканты и делаю по два отверстия на одной из сторон досок. Далее подготавливаю самодельные ваймы к работе. Как вы поняли, будем склеивать щит шириной 400 мм. А так как мои ваймы деревянные, я подстилаю на низ пакет, иначе заготовка может к ним приклеиться. Теперь из-за остатка доски надо нарезать 4 квадрата 100 на 100 мм. А после этого поворачиваю торцовку на 5 градусов и ровняю края черенков под этот градус. На сверлильном станке точно так же выставляю 5 градусов и под наклоном коронкой насверливаю в них отверстия диаметром чуть меньшим, чем черенки. И шлифую для эстетики. На мебельном щите делаю разметку, отступая по 100 мм от краев. А углы решил разметить зеркалом, чтобы потом лобзиком скруглить. Продолжение следует... Теперь задача скруглить края фрезером. Но так как его у меня еще нет, то решил сходить к знакомому, у которого он есть. Посмотрите, кстати, какой самодельный фрезерный стол. Столешница, сделанная из старой двери. Там же заодно и подшлифовал шлифмашинкой. Далее задача наклеить квадратики по центрам на щите. Развернув их по диагонали, прикручиваю на саморезы. Перед этим нанеся на них клей. Ну а теперь дело осталось за малым. Вставить в эти отверстия черенки. А точнее ножки. А кто не понял, то мы тут столик делаем. Так вот, ножки должны иметь уклоны к углам. Места посадки ножек предварительно промазываю клеем. И скручиваю их с трех сторон саморезами. После высыхания клея, сдуваю всю пыль, стелю что-то чистое. Проклеиваю малярной лентой, то что не буду красить. И крашу столик с помощью краскопульта. Сначала белой краской столешницу и края, и лепятки ножек. А потом лаком с помощью кисточки прошел весь столик. И получился прикольный, на мой взгляд, детский столик. Делаю такую работу впервые, и результатом доволен. Интересно, что на это скажет заказчик? Судя по всему, все устраивает. Я как-то пару месяцев назад делал стульчик, и он показал себя с хорошей стороны. А теперь будет и столик. Но стульчик я хочу сделать еще один, так как первый мне не очень нравится геометрией. Не знаю, буду ли я делать видео с процессом изготовления, но стульчик сделаю. А на этом на сегодня все, друзья. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А в комментариях оставьте своих пару слов насчет этой самоделки. Я лично считаю, что сделанное своими руками, да еще и для своего ребенка, который остался доволен, самое приятное и даже не важно, сколько лайков и просмотров наберет это видео. Но, собственно, если вам понравилось, то можете поставить лайк. Мне будет приятно вдвойне. Также не забывайте заглянуть в описание под видео. Там есть ссылки на инструменты и оснастку с Али. Там скоро большая распродажа, и можно дешево закупиться. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Все, прочитаю всю книгу.